приветствую друзья я виталий портников александр лукашенко вновь призвал переговорам между россией и украины и даже обозначил стартовую площадку для этих переговоров так называемые стамбульское соглашение которые впрочем никогда не были одобрены самой российской федерации во время своего выступления на так называемой всебелорусском народном собрании глава беларуси заявил что абсолютно не обязательно в результате этого переговорного процесса будут парафированы именно стамбульское соглашение но они могут стать отправной точкой для переговоров между москвой и киев сам факт того что лукашенко публично в своем программном выступлении выступает с таким предложением является свидетельством того что кремль действительно заинтересован на паузе в войне но разумеется на паузе на своих условиях на паузе которая позволит российской федерации сохранить полный контроль над оккупированными украинскими территориями и даже добиваться демилитаризации украины разумеется при гарантиях неприсоединения украины к североатлантическому союзу и получение ею каких-либо действенных реальных гарантий безопасности от стран членов над лукашенко разумеется утверждает что альтернативой таким мирным переговором между россией и украиной является само исчезновение украинского государства и это и является смыслом той политики шантажа которую он пытается задействовать вместе с владимиром путином либо вы соглашаетесь на комфортное для кремля перемирие которая даст возможность российской федерации обновить свой и военно-промышленный комплекс и провести дополнительную мобилизацию вооруженные силы россии либо мы действуем до окончательного уничтожения вашего государства в этом сочетании пряника и кнута разумеется есть свое логическое несоответствие если у украины действительно такой выбор если у россии действительно есть возможность полностью уничтожить украинское государство то зачем тогда путину и лукашенко предлагать украинской власти переговоры абсолютно очевидно что подобная постановка вопроса как раз связано с куда более реалистичным видением российским и белорусским политическим руководством дальнейшего хода событий понимание того что ресурсов на многолетнюю войну на истощение украины у россии нет а таким образом нужно предпринимать меры которые помогли бы восстановлению этих ресурсов это разумеется не означает что владимир путин отказывается от своих планов по уничтожению и поглощению украинского государства это можно сказать главная политическая цель российского президента и она как мне уже неоднократно приходилось объяснять отнюдь не ограничивается украины политическая программа путина поддерживаемая большинством его соотечественников это восстановление российской федерации в границах советского союза 1991 года для путина и для граждан россии именно эта территория является россии который нужно стремиться но как видим то военная сила которая была использована москвой для того чтобы поглотить для начала украинское государство а для российских правителей именно украина является ключом для восстановления их имперских возможностей этой военной силы не хватило и к тому же привело к серьезным экономическим проблемам для самой россии пусть пока что кремлю еще удается держать марку и доказывать что западные санкции ни к чему не привели и россия готова к многолетней войне но на самом деле российское политическое руководство может куда более реалистично оценивать дальнейшее развитие событий по крайней мере в 2025 1026 годах и разумеется путину как и любому правителю который понимает социальные последствия своих авантюр хотелось бы обезопасить себя перемирием это кстати говоря примерно то что россия своего свое время проделала время другой войны чеченской когда были подписаны хасавюртовские соглашения с тогдашним исполняющим обязанности президента чечни зелим ханом яндарбиевом и период который начался после подписания этих соглашений дал возможность российскому государству куда более солидно подготовиться к уничтожению суверенитета чечни и установлению полного контроля над этой кавказской республикой примерно такой же может быть методология переговоров с украиной такой же видение развития процесса мы пока что останавливаемся накапливаем достаточное количество сил модернизируем вооруженные силы и затем наносим окончательный удар который должен будет привести если не к исчезновению украины то по крайней мере к поглощению большей части ее территории и присоединению к российской федерации но сам путин как мы понимаем не очень стремится выступать с подобными предложениями потому что понимает в его устах они будут демонстрировать скорее слабость чем силу для путина достаточно обозначать готовность к переговорам а вот его посредники его так сказать аватары такие как александр лукашенко могут выступать куда более широкомасштабной и детализированной программой переговорного процесса той программы которая по мнению российского и белорусского лидеров должна заинтересовать запад ведь как будто бы речь идет о том самом перемирии на которые уже соглашались в украине которая не является чем-либо оскорбительным для украинского политического руководства какая альтернатива альтернатива это эскалация за эскалацией с непредвиденным развитием событий то есть по большому счету когда лукашенко в одной и той же речи говорит о возможном исчезновении украинского государства и вспоминает о ядерном оружии он расширяет рамки войны и создает для тех как то пытается расшифровать сигналы из минска весьма неприятную картину будущего что собственно и нужно президенту российской федерации чего собственно и хочет достичь лукашенко выступая в роли человека передающего путинские сигналы так что разумеется это никакие не переговоры и никакое нежелание завершить войну это шантаж перемирием на условиях которые устроит владимира путина и как раз дадут ему возможность эту войну продолжить уже в ближайшем будущем и добиться в этой войне того самого успеха который ускользнул от него и в 2014 и в 2022 годах успеха который путин на считает главной задачей всей своей последующей политической карьеры и за которой он будет бороться спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на подписывайтесь на мои социальные сети на каналах патреоне байме и кофе который помогает развивать эти ресурсы пользуйтесь функции спонсорство самом youtube мира вам